Книга «Открытым оком» том 2. Тема природа. Вопрос 868. Диакон Андрей Кураев пишет, что потоп был не всемирный, а только в Междуречии. Как было на самом деле? Что говорит об этом Библия? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Бытие 7.19. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы. Так об этом говорит Дух Святой. Значит, Кураев не верит в Слову Божию, и так учит других, и наградой ему будет анафема и мельничный жернов. Галатам 1.8. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Анафема. Матфея 16.18.6. А кто соблазнит одного из малостей, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею, потопили бы, потопили его во глубине морской. Кроме того, если Кураев так пишет, то он лжец, и Бог обличает его в этом. Притчи 36. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. И согласно Библии, если Кураев в этом не покаяться, Царствие Божие ему не видать. И учить его будет вместе с колдунами и киллерами. Откровение 21.8.27. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов учить в озере, горящем огню и серою. Это смерть вторая. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерности лжи, только те, которые написаны у Анса в книге жизни». Придворный поэт Ленина, известный как Демьян Бедный, это его псевдоним, фамилия же его Придворов, Ефим, написал «Паскаль против Христа и Евангелия», на что Сергей Есенин ответил. «Ты совершил двойной тяжелый грех своим глупейшим балаганным вздором. Ты оскорбил поэтов целый цех, и малый свой талант покрыл большим позором. Ты с густо крови у креста копнул ноздрей, как толстый боров. Ты только хрюкнул на Христа, Ефим Матвеевич, Придворов. Не знаю я, Демьян, в Евангелии твоем. Я не нашел правдивого ответа. Там много бойких слов. Ах, как их много в нем! Но нет в нем слов достойного поэта. В Евангелии, в кавычках Евангелия, от Кураева мы не обретем путь к спасению. Его между речи считаться верующим и говорить против Библии достойно только осмеяния.